Ньюсибирское утро Включили Ньюсибирское утро? Тогда здравствуйте! С вами в студии я, Евгений Шматко И Лауриза Сампай. Сегодня мы поможем вам проснуться и подскажем, как собраться в школу. Середина августа, то самое время, когда школьников накрывает тоска, мол, как быстро пролетело лето, а родители и заботы. Школьные годы чудесно. Это время, когда нужно жить по распорядку, вечером делать и проверять уроки. И ждать вечера субботы. Это почему? Ну, я, например, в школе всегда ждал вечера субботы. Вот ты только подумай. Вечером можно отдыхать и на следующий день есть время выспаться. Хотя чего уж там, я и сегодня жду вечера субботы, но только уже по другим причинам, потому что мероприятие. Вернемся к школьникам и их родителям. Новосибирске уже развернулись огромные ярмарки со школьными принадлежностями. И ведь все так необходимо. По данным статистики, собрать первоклассников в школу в этом году обойдется в 15 тысяч рублей. Это среднее значение. А в интернете уже появилось огромное множество советов, как и где можно сэкономить. Вообще, относиться к школе с возрастом начинаешь совсем по-другому. Кто-то, вот, например, снимает такие видео. Сегодня у меня ответственный день, как и у многих в моем положении. Этот этап проходит каждый человек в моей стране. Мне осталось пройти лишь треть. В этот день будет много пафосных речей в адрес таких, как я. Но все эти слова – ничто без наших поступков. Мы должны идти вперед и выполнять поставленные перед нами задачи. Ведь только их выполнение даст нам путевку в жизнь. Все. Каникулы кончились. Первое сентября. Во всех городах России. Кстати, это видео горячо любимо новосибирскими школьниками. Этим утром мне понравился один из советов родителям школьников. Не ходите на шоппинг без детей. И им приятно, и вы уж наверняка подберете все самое необходимое. Главное – сделать детей главными героями этих покупок. Важно не забывать про мелочи. Например, у ручки должна быть резиновая подложка для пальцев, а у ранца – твердая спинка. Это те мелочи, которые влияют на здоровье ребенка. А чтобы ваше настроение не испортила повседневная рутина и ожидание первого сентября, в нашей программе есть следующая рубрика. Не пропустите праздники этой недели. Смотрим. Итак, узнаем, какие праздники отмечают на этой неделе. 15 августа – Всемирный день археолога. 19 августа – Всемирный день фотографий ясных объективов всем фотографам. 21 числа – День Воздушного флота России. 22 число – День Особенный, ведь это День Государственного флага Российской Федерации. Нашему триковору «Ура!» А вы уже готовы сделать утреннюю разминку? Давайте, давайте, поднимаемся с постели. И разминаемся вместе с нашей рубрикой «Подзарядка». Здоровый образ жизни – это просто. И размяться нам сегодня поможет тренер Татьяна Ланчакова. Таня, доброе утро. Доброе утро, Аня. Татьяна Ланчакова – персональный тренер, консультант по здоровому питанию, фитнес-инструктор, создатель системы похудения «Идеальная фигура» и курса «Онлайн-строенность». Блогер. Перед любыми физическими упражнениями необходимо выполнить разминку. После разминки шеи кровь перельет к мозгу, что наполнит тело энергией и бодростью. Повороты плечами усилят кровопоток и разомнут плечевой сустав. Разминка локтей также подготовит суставы для работы на тренировке. Наклоны корпуса помогут улучшить гибкость позвоночника и дадут нагрузку для мышц живота. Повороты коленями важны, чтобы разработать коленный сустав во всех направлениях. Разминка стоп убережет от травм голени и позволит устойчиво стоять на ногах во время тренировки. Сегодня я покажу упражнение «Заход на скамью». Очень сильно работает попа, передняя часть бедра, внутренняя и задняя часть бедра – одно из лучших упражнений для красивых ног. Выполняем упражнение по 12 раз попеременно. Держать себя в форме нужно не только в преддверии лета, но и каждый будний день. До следующего выпуска. Оставайтесь с нами. Если вы хотите быть такими же красивыми, яркими и счастливыми, как я, участвуйте в нашем конкурсе. Если вы провели это лето в Новосибирске и Новосибирской области, не расстраивайтесь. Выкладывайте свои фото в Инстаграм с хэштегом «Ньюсибирское лето». Лучшие фотографии в сентябре попадут в наш эфир, и главный счастливчик получит сертификат от наших партнеров – салона красоты «Палитра». Поверьте мне, это целый день в салоне может принести в вашу жизнь немножечко счастья. Проснись и пой, Новосибирска! Вместе с тобой проснемся. И мы, ведущие «Ньюсибирского утра». В нашей программе никаких новостей, только эмоции и всегда хороший настрой. Грядущая неделя готовит какие-то сюрпризы. Надо бы прозондировать почву в нашей постоянной рубрике. Наша рубрика «Знаки судьбы», «Гороскоп и советы» от наших астрологов прямо сейчас. Овнам на этой неделе рекомендуется больше времени уделять благоустройству своего дома. Если вы давно собрались сделать небольшой косметический ремонт, перестановку мебели или просто провести генеральную уборку, то сейчас вы справитесь с такой работой быстро и эффективно. Вам вряд ли придется делать это в одиночку. Близнецам на этой неделе предстоит много времени провести в поездках, контактах. Вы будете легки на подъем и довольно общительны. Люди оценят вашу обязательность и практичность. Сейчас можно верить обещаниям, которые дают окружающие. Также это хорошее время для учебы, аналитической работы с информацией. Новые сведения вы будете осваивать с удивительной легкостью. Близнецам на этой неделе удастся урегулировать многие практические вопросы, связанные с получением доходов, расходованием денег. Прежде чем тратить деньги, их надо сначала заработать. И здесь вы проявите себя наилучшим образом. Уровень вашей работоспособности вырастет настолько, что вы не будете чувствовать усталости. На этой неделе звезды советуют ракам действовать самостоятельно. Можно выслушать чужие мнения, но если у вас есть полное понимание ситуации, то во взглядах со стороны нет необходимости. Это прекрасное время для поезда к путешествию и начала продолжительного цикла учебы. Нужная информация сама будет приходить к вам. Львам на этой неделе, скорее всего, придется потратить много времени и сил на решение профессиональных вопросов. Далеко не все пройдет гладко. Возможно, вам придется вступить в противостояние с кем-то влиятельным и авторитетным. Причем не обязательно, что этим человеком будет начальник или представитель официальной власти. Делам на этой неделе рекомендуется не замыкаться в одиночестве и активно общаться. Роль друзей на этой неделе возрастает. Если вы в последнее время редко встречались или перезванивались с друзьями, то сейчас дружеские контакты вновь возродятся и самым активным образом напомнят о себе. Возможно, вас пригласят вступить в некий клуб или сообщество по интересам. Весам звезды советуют более настойчиво и решительно отстаивать свои интересы. Это то самое время, когда вы можете и должны отвоевать себе подходящее место под солнцем. Не позволяйте никому ущемлять свои права, отстаивайте их твердо и энергично. В этот период ваш социальный статус в обществе нуждается в подтверждении. Проявите себя ярко и активно. Скорпионам, возможно, придется столкнуться с проблемами в супружеских отношениях. Любимый человек будет активно добиваться исполнения своих желаний, игнорируя полностью или частично ваше мнение. В какой-то момент вам начнет казаться, что у вас совершенно разные цели и приоритеты в жизни. Не исключено, что в итоге все сведется к столкновениям обидцей и взаимным обидам. Стрельцам звезды советуют навести порядок в доме и приготовиться к приему гостей. Это хорошее время для приобретения современной бытовой техники, стиральной машины, холодильника или кухонного комбайна. Также это хорошее время для урегулирования вопросов, касающихся наследства. У козерогов на этой неделе может произойти кризис в любовных отношениях. Возможно, вы в какой-то момент утратили чувство реальности и создали себе идеальный образ любимого человека. Помните, что иллюзии приводят к разочарованию при соприкосновении с реальностью. Рекомендуется все личные вопросы решать мягко, деликатно, не ущемляя самолюбие второй половинки. Водолеям, состоящим в браке на этой неделе, предстоит стать свидетелем, и, возможно, и участником конфликта между любимым человеком и кем-то из близких родственников. Сохранить нейтралитет вряд ли получится. Попробуйте просто развести противоборствующие стороны, иначе вы рискуете испортить отношения как со своей пассией, так и с членами семьи. У рыб на этой неделе наступит благоприятный период для любовных и супружеских отношений. Предметом особой радости и гордости станут ваши дети. Их успехи наверняка заставят вас подумать о том, чтобы подойти более серьезно к развитию и воспитанию их талантов. Возможно, вам удастся найти подходящее учебное заведение, спортивную секцию или творческий кружок, в котором ваш ребенок сможет успешно развиваться. Просыпаться каждое утро лучше всего под аккомпанемент нашей программы или хорошей музыки на любимой радиоволне. Правильно, Женя, вот я всегда так делаю. Да ты пошла дальше. Ты проводишь утро в нашей студии, даже если мы не выходим в эфир. Это ты, может, не выходишь в эфир, а у меня ведь еще и погода. А у наших коллег на радио еще пробки, новости и многое другое. Прикоснуться к радио можно в открытой студии «Европы плюс» в Новосибирске. А некоторые счастливчики могут даже попасть в нашу программу. Их мы увидим в рубрике «Радио привет». Доброе утро, меня зовут Ирина. Всем доброе утро. Я передаю привет городу Новосибирску, очень красивому, огромному городу. Новосибирск отлично. Столько что зоопарка, замечательно все, люди классные. Всем желаю доброго, счастливого утра, прекрасного настроения и будьте всегда же такими счастливыми и жизнерадостными. Я передаю привет городу Новосибирску. Желаю всем доброго и активного утра, всех поздравляю с летом. Я из Междуреченской передаю привет друзьям, родителям, мужу. Всем отличного дня. В Новосибирске очень много увидели разных людей, очень все активные, разные, каких только людей мы не видели. Отлично с погодой в Междуреченске, так же, как здесь. Всем доброе утро. Достатка в семье, здоровых детей, всем любви. Всем любви и счастья. Привет, меня зовут Влад Смирнов, и я приглашаю тебя в открытую студию Европы+. Приходи, передавай привет и смотри себя на телеканале «Домашний». 20 августа уже в третий раз в нашем городе пройдет Чест-фест, мероприятие, где слова становятся делами. Ну а в нашей программе можно заранее познакомиться с участниками. Давайте же сделаем это прямо сейчас в рубрике «Честные и местные». Доброе утро. Меня зовут Маргарита Мошкина. Я представляю Новосибирскую группу «Проверено». Мы существуем в Новосибирске уже очень долго. Я даже не могу сказать точно сколько, но совершенно определенно больше десяти лет. Мы являемся участниками очень большого количества событий городского значения. Это и дни города, это и всевозможные байк-фестивали, это и благотворительные мероприятия. В этом удивительном мероприятии Чест-фест, которое мне очень нравится, мы принимаем участие второй год. Объясню, почему нравится. Потому что это не просто мероприятие, как там рок-фестиваль, да, это настоящее событие и для города, и для людей, которые принимают участие в нем. Никаких приезжих звезд, только местные таланты и любовь к своему делу. Первый Чест-фест прошел в Новосибирске, где события обсуждали даже больше, чем выборы мэра. В следующем году мы провели уже 10 Чест-фестов по всей стране. В нем присутствует какая-то непринужденность. Не такая вот наигранная, срежиссированная, а на самом деле настоящая непринужденность. И это такое место, где каждый найдет себе занятие по душе. То есть там есть зоны, где можно отдыхать, ничего не делать. Там лежать. Есть всевозможные какие-то, связанные со здоровым образом жизни, какие-то зоны. И, конечно же, очень классная музыкальная часть. То есть это именно то, что нравится мне. Мне нравится и подбор групп, и отношение организаторов к происходящему, и звук. Ну, в общем, я в восторге от этого мероприятия. Городской фестиваль, объединяющий людей разных профессий. Его создают сами жители, которые не боятся фантазировать и экспериментировать. Легко переходят от слов к действиям, честно признают ошибки и открыто делятся своим опытом и идеями. Чест-фест объединяет людей, которые готовы организовать настоящий праздник для всех. Без дорогостоящих фейерверков и знаменитых звезд, но при этом не менее захватывающий и яркий. В августе и сентябре 2016 года фестивали честности пройдут в шести российских городах. И по ожиданиям организаторов объединят более 60 тысяч человек. Это называется Чест-фест, да? Ну, такой честный. Я согласна с названием, и концепция очень, конечно, радует. Посетители Чест-феста не просто здорово проводили время, а участвовали в улучшении своего города. Для каждого фестиваля был выбран уникальный объект, который мог бы вдохновить жителей на перемены. У людей действительно появляется возможность показать себя, заявить о себе. 20 августа на замечательной площади возле ГПНТБ вы сможете не только насладиться видом одного из самых красивых фонтанов нашего города, а также погулять при чудесной летней погоде, какой бы она ни была, но также и попасть на, пожалуй, самое яркое, самое честное, настоящее, выдающееся событие нашего города – Чест-фест. Всех ждем, будет весело. 2016 год объявлен годом российского кино. Мы не отстаем и вместе с новосибирскими музыкантами каждый эфир вспоминаем любимые саундтреки из русских фильмов. А сегодня нарушен традицию вспомним мультфильм «Бременские музыканты». Он стал популярным благодаря композитору Геннадию Гладкову и великолепному исполнению песен Муслимом Магомаевым и Олегом Анофриевым. На пике популярности вышло продолжение из двух серий. По следам бременских музыкантов и новые бременские. Этому мультфильму даже установлены памятники в Хабаровске. И по сей день музыкальный репертуар этих картин исполняют в разных вариациях очень многие музыканты. И сегодня мы услышим песню «Луч солнца золотого» в исполнении Михаила Левкина. Луч солнца золотого тьмы скрыла пелена И между нами снова вдруг выросла стена А за морями и океанами где-то Живет вторая половинка рассвета Я спрятал там сердце за пазухой лета Ему там легче дышится под солнечным светом Теперь ты знаешь, я точно вернусь Вот на ветром ворвусь, к тебе прикоснусь Любовь заглянет с другой стороны окна Ее приведет весна Ночь пройдет, наступит утро ясное Знаю, счастье нас с тобой ждет Ночь пройдет, пройдет пора И нас, зная, солнце взойдет Петь птицы перестали Свет звезд коснулся крыш В час грусти и печали Ты голос мой услышь Ты все сама узнаешь когда-нибудь Что лишь твоя любовь сберегла мой путь Я должен небу больше, чем сил отвернуть За эту любовь, что давала вздохнуть И в час, когда луна прекращала светить Она мне помогала дорогу найти к нашему лету И согревала теплом и светом Ночь пройдет, наступит утро ясное Знаю, счастье нас с тобой ждет Ночь пройдет, пройдет пора И нас, зная, солнце взойдет Солнце взойдет Лучший способ проснуться Это осознание того, что тебя ждет вкусный завтрак Да, но не всегда хватает фантазии Для того, чтобы его приготовить Для этого создана наша следующая рубрика На скорую руку Не всегда можно подсмотреть отличный рецепт Сосиска в тесте И вот знакомое всем с детства лакомство Да, но классический рецепт занимает очень много времени А умелые руки нашего шеф-повара Помогут приготовить его очень быстро Не растеряв ни сосиски, ни тесто Давайте посмотрим ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мы объявляем набор ведущих Хочешь будить Новосибирск по утрам? Заходи в группу ВКонтакте и читай условия Мы ищем талантливых и харизматичных ведущих Опыт работы не важен Подробности ВКонтакте ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этим утром проснулись вместе с вами я, ВКонтакте, встречать гостя, встречать гостя и рассказывать вам его историю. Пусть ваш день сегодня будет удачным. Увидимся уже следующим Нью-Сибирским утром ровно в 7.00. Не пропустите. Сан-Сити Новости в соцсетях пролистай Нью-Сибирское утро включай Достали стыни завтрак и чай Нью-Сибирское утро включай Нью-Сибирское утро включай С нами новый свой день начинай Нью-Сибирское утро включай Юссибирское утро включай